Несколько лет ангар Вологодской ягоды стоит в чистом поле немым укором. Производство по хранению и переработке грибов и ягод так и не заработало. А здание оказалось по сути заброшенным. Неустановленные личности проникали на территорию, спиливали металлические балки конструкций. Были вывезены заборы строительные вагончики. То, что злоумышленники долгое время воровали со стройки металл, подтверждают и местные жители. Больше ничего там хорошо. Да, забор украли, приехал в Вологодский. А где забор? Пришли на заправку, а там камеры не достают оттуда. Мы говорим, кого-то на дачу увезли. Обрушение произошло днем 10 февраля. В самом помещении ангара нарушена целостность металлических опор здания. От фундамента примерно на 2 метра вверх, предположительно автогеном, вырезали куски несущих опор. Возможно, ослабленная злоумышленниками конструкция не выдержала слоя снега на крыше и сильного ветра. И рухнула. Точные причины произошедшего станут известны по результатам расследования. Выехали на место, зафиксировали. На самом деле произошло обрушение кровли и части стен. Где-то 1-5 ангара недостроенного. Мы сообщили едино-диспетчерскую службу. Сегодня мы этот сигнал продублировали. Сообщили в полицию данное происшествие. Утром сегодня наши спасатели пожарные выезжали на место. Администрации города Красавина и Великоустевского района обращаются к жителям с предостережением. Не посещать место обрушения – это может быть опасно. Возможно, дальнейшее разрушение ангара. Елена Павлова, Максим Тятов, Антон Карев, Телеканал «Русский Север». Администрации города Красавина и Великоустевского района обращаются к жителям.